Начну я прохождение 3 декабря. Я хотел бы видеть шерифа Лили Рид. Зачем вам шериф Рид, мистер Картер? Капитан Брид Картер. Именно поэтому день, когда вы, капитан Картер, ступите на порог нашего департамента, станет не только важным днем для всего Шарфуда, но и счастливым днем для меня лично. Похоже, я здесь, чтобы сделать шерифа Лили Рид счастливой, сынок. Эй, я же тебе сказал держаться подальше от моего кабинета. Кажется, кажется, у нас тут проблема. И еще мне нужно что-то, что снимет головные боли. Знаете, у меня мигрень. Или это не мигрень, а просто головные боли. Это не одно и то же, знаете ли, это разные вещи. И лекарства тоже нужны разные. То, что лечит одно, не лечит другое. А если что-то не лечит вас, оно вас убивает. То, что лечит головные боли, не поможет от мигрени. Доктор Канаян объяснил мне разницу, но я... Вам нужен аспирин? Нет, 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 другое. Ацетаминфен? Нет, 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 на букву «Б». Давайте я просто запишу, что нам нужно поговорить сейчас же. Простите, мистер Нэш, но я сейчас... Эй, ты что, не видишь, что тут очередь? Я... Что тут происходит? Просто я каждую неделю принимаю нуждающихся горожан. Пытаюсь помочь им с продуктами и лекарствами, которые сложно достать в Шарпфуде. Я не хочу, чтобы... Я не хочу, чтобы они шли к контрабандистам, понимаешь? Вернись в конец очереди. Спокойно, я работаю здесь. Лили, у меня в кабинете... Ты работаешь здесь? Ну тогда вот что я тебе скажу, парень. Пол в коридоре, по которому я шел сюда, самый грязный пол, который я видел в своей жизни. И если мои налоги идут на... Я не уборщик, я коп. Коп? Отлично. Значит, вы должны решить мою проблему с крысами. Я не... Лили, слушай. У меня в кабинете нас ждет человек по имени Картер. Картер? Капитан Брит Картер? Да, да, он. Не могла бы ты... Тип, запиши все лекарства, которые нужны мистеру, а потом прими всех остальных. Запиши все подробно. Брось свою тетрадь. Возьми мою. Нового человека с новой страницы. Все понял? Я только одного не могу понять, моя дорогая. Зачем же ты писала мне это письмо, если у тебя в помощниках теперь этот... Мистер Нэш появился... Он появился неожиданно. Он работал под прикрытием некоторое время. Его прислали для... Это операция. Это все часть большой операции. Какой-то большой операции. Я и сама не знаю всех подробностей. Я думаю, мистер Нэш сам все расскажет, он... О, я не сомневаюсь, что мистер Нэш все расскажет. Расскажет, как его назначили на эту операцию. Расскажет, как ему прислали приказ. Красивую бумажку с печатью и подписью. Расскажет, как ему пришлось паковать вещички в его большой городской квартире. Как он аккуратно складывал свои дорогие брюки в свой дорогой чемодан. Как ему пришлось отращивать бороду, чтобы сойти тут за своего. Расскажет про свою блестящую карьеру. Наверное, вы были отличником в академии, мистер Нэш. Наверное, вы думаете, что знаете о своей работе все. Но кое-что вы не знаете, мистер Нэш. Кое-что очень важное. Такой город, как Шарфуд, не спасут выскочки карьеристы или бюрократы из центрального управления. Такой город, как Шарфуд, можем спасти только мы. Люди, которые здесь родились и которые здесь выросли. Это наша чума, мистер Нэш. И мы должны сами с ней справиться. Вас послали сюда начальники в костюмах. А меня, блудного сына Шарфуда, сюда вернул сам Господь. Значит, по-вашему, Шарфуд должен спасти хромой вояка без опыта полицейской работы из Библии наперевес. Я не стану обижаться на ваши неуважительные замечания, мистер Нэш, потому что я и сам совсем недавно был заблудшим глупцом. Я не понимал, что Бог спас меня на войне. Я не понимал, что именно Он помог мне выжить после того, что... После того, что случилось со мной после войны. Но теперь я понимаю. Теперь я вижу. Теперь я готов. И не сомневайтесь, мистер Нэш. Пришел я не со щитом, а с мечом. Ну так докажи. Поработай недельку и покажи, на что ты способен. Я уже говорила, мы не будем превращать это в глупую игру. Мистер Нэш, вы проделали отличную работу, но вы должны согласиться, что... Лили, это не игра. Это испытание. Я смиренно принимаю испытания, моя дорогая Лили. Я прошел через многие. Прошел с достоинством. Пройду и через это. О, ну конечно. Тебе понравится. Отлично, просто отлично. Теперь у нас в департаменте встал на двух упертых мальчишек больше. Я перебрался выпивкой. Выпивка, выпивка, выпивка. Мистер Нэш, у нас тут спор вышел. В романе «Последнее искушение» Нептуна 2. Три зубец для колокий льда. Чесоточник убегает от дамы червей. На ходу прыгает с одного снегохода на другой. Я считаю, что это невозможно. Что это легко повторит. Хотим съездить на поле и проверить. Можно мне выходной? Нет. Пусть сами выбирают. Нет, дубинку надо дать самому крутому копу. Вот этому, например, дубинка ни к чему. Вот так вот. Вот этому тоже дубинка ни к чему. Он динамщик. Вот этому вот можно дубинку. Так, наросли. Ух ты. Сколько мне кадров-то не хватает? Два кадра. Ну, с интеллектом 3 я тогда не буду сюда назначать. Или как? Подписывайтесь на мой канал. Водитель темной машины. Так, другая палата ночных воплей. Пожилой пациент Майкл Сэндман был задушен подушкой на больничной койке. Место преступления. Постель жертвы намокла от мочи на полу лужи. Под кроватью старика обнаружена потрепанная книжная закладка. Медэксперт. Майкла Сэндмана задушили подушкой. У него сломан нос. Учитывая хрупкость костей старика, перелом мог произойти от сильного удара или даже в результате давления подушки на лицо. На подушке остались следы крови. Прима парези пациент. Врачи давно крест на Майкле Сэндмане поставили. Он регулярно кашлял кровью, а по ночам иногда даже на пол ссал. Больше всех это бесило нашего новенького Дэна Брома. Хотя ему-то что, он вообще в другом конце палаты лежал. А он просто не мог успокоиться, когда Майкл очередную лужу на полу делал. Орался, что это не для того, что... Что не для того, но в больницу лег, чтобы ссанные микробы растекались у него под ногами. Странный мужик, конечно, нашел где от микробов прятаться. В Шарфутской больнице. Значит, у нас два подозреваемых. Медсестра и недовольный пациент. Так, я полагаю, что... Виновного всем медсестра. Давайте новенького назначим. Медсестра, ливень довольный пациент, медсестра. Вашков вернулся с разведки с новой информацией. Отлично, все здесь. Так, распределение. Что за распределение? Здесь вы можете расставить копов по позициям для штурма. Внезамательно изучите развед данные и выберите копа, который идеально подойдет для штурма конкретной точки. Интересно, так, а это что, тоже разведка? Давайте, не стоит отправлять копы на разведку средь бела дня шпионить. Ночью куда эффективнее. Так. Ну, давайте, ладно, пока распределим копов, которые соответствуют. Так, сила 2 требуется. Ну, вот у этого есть. Копов на штурм можно распределять заранее. Эти сотрудники гарантированно будут приходить на каждую смену, но не смогут заниматься другими делами, пока привязаны к штурму. А у меня все равно. Так, этот интеллект нужен. Баня, вход, переговоры. Отлично. Хотя, возможно, лучше забор перед баней. Что, лучших, что ли, назначить? Сила. Туда вот этого. Окно, незаметность. То есть интеллектуал нужен. Давайте с максимальным интеллектом туда отправим. Ну, а у нас тут нету прям такого максимального. Так, а здесь переговорчик нужен. Ну-ка, переговорчик-то у нас есть максимальный. Что-то все какие-то слабые. Господи. Почему я вот некоторых не могу туда отправить? Не соответствуют. А, интеллект вот у нас есть. Отлично. У него интеллект, так, баня, вход. Вот, переговоры. Переговоры 2. Ну, не знаю, подойдет ли он. Пусть пока, ладно, будет здесь. В ближайшую неделю капитан Картер возьмет на себя управление частью департамента, а победит в соревновании тот, кто в эти дни покажет себя лучшим шефом полиции. 5.40 в прогрессе. Больница. Мужчина пришел на процедуру и начал домогаться к медсестре. Этих тоже на прокачку отправлю. Надеюсь, справится. 5.21 в прогрессе. Центральная почта. Возле почты собрались агрессивные толпания довольных людей. Кажется, еще немного, и они не оставят здание камня на камне. Так, это ложный вызов. Мне уже кажется, что он был. Видимо, еще раз. А может быть, я просто переигрывал, поэтому его не было, и он тут повторяется, типа. Если не было, то повторяется. Да, безобидная очередь. Мужчина с спущенными штанами бегает за медсестрой по кабинету. Мисс, пожалуйста, потрогайте его здесь, я тут же излечусь. Вы должны мне помочь, вы же давали клятву Гиппократа. Сестра, вы что, члены никто не трогали? Используйте перцовый баллончик. Хоп брызгает перцовым баллончиком мужчине в лицо. Он вопит от боли, закрывает лицо руками, пытается сбежать, но запутывается в штанинах и падает на пол. Отлично. Судья Трента вынес вердикт по делу. Загадка похищенных данных. Обвиняемый Питер признан виновным. 5.34 в прогрессе. Так, это что, больница? Розмари. Мистер Нэш. Трусы и бюрократы хотят прикончить мою мечту. Я всю жизнь занималась тяжелоатлетикой и решил закончить карьеру на высокой ноте и поехать на соревнования в Риптон, чтобы всех там размазать. Я к ним готов, ведь каждый день тренируюсь по собственной методике, съедая килограмм детского питания. Но врач из нашей больницы не хочет выписать ненужную для соревнований справку, потому что боится, что моя спина не выдержит. Этот придурок почему-то вбил себе в голову, что если я получу травму, то у него обязательно будут проблемы с полицией. Отправьте туда своего убедительного сотрудника, который сможет уболтать врача и выдать мне справку. Если все получится, я поделюсь секретом собственных тренировок с вашими купами, я из кого хочешь богатыря сделаю. Так, хороший навык переговоров. У кого у меня хороший навык переговоров-то? Вообще, хороший навык это насколько он считается хорошим-то? Подождите, может подождать тогда так жестокое обращение. Пожилая женщина пытается пробудить плодородие своей внучки с помощью шокера. Не успеют эти. Видимо не успеют. Проституция. Мужчина пожаловал, что к его машине подошла девушка в вызывающем наряде и предложила высосать все его печали за 20 баксов. По словам мужчины, проститутки постоянно вертятся возле этой заправки. Скрытность. Ну-ка. Уже так долго топовых копов-то нету. Девушка в краткой шубе и на каблуках стоит возле заезда на заправку в призывной позе. Включить сирену, подъехать к девушке, наблюдать за девушкой, подъехать к девушке. Девушка видит патрульную машину, начинает быстро идти в другую сторону, пытаясь на ходу снять туфли. В итоге она уронила один туфель на землю и побежала со всех ног. Выйти из машины, поднять туфель и золушка вернись. Выскочить из машины и гнаться за девушкой. Ехать на перевес. Выйти и гнаться. Коп не сумел догнать приступку, она скрылась в подворотне. Господи, переигрываю. Мне кажется, понял, я сейчас ничего распределять не буду, потому что какой смысл-то? Я еще информацию не собрал. А когда вот я распределю, то начну штурм. А то они будут как раз недоступны, эти копы у меня. Круто. Вторая попытка и самый мой топовый полицейский ранен в ДТП. Он был пьян. Круто. И он не выехал на вызов, то есть я не рестал. Опять переигрываю. Круто. Круто пофиксили баланс. Третье прохождение. Круто. Мурадян погиб в ДТП. В предварительном данном он был пьян. Супер. Так ладно, из-за Мурадяна попробую не переигрывать. Надеюсь, игра таким образом зачтет мое жертвоприношение в виде Мурадяна и больше не будет меня задалбывать рандомом неадекватным. Какой-то вызов приехал. Бытовая проблема в дверь. Дома барабанит мужчина в грязном халате. В руке у него целлофановый пахет. Похоже... А, торчит отрезанная мужской ногами. Кажется, я это уже проходил. Третьего бросить пакет и сдаться. Переговоры. 5.23 complete. Да, там про измену жены, там бла-бла-бла. На больницу Розмари отправляю копа с навыком переговоров два. Мистер Нэш, я буквально пять минут с доктором побеседовал, и он выписал нужную справку. Он, конечно, мявлил что-то про грех на душу, но я сумел его убедить, что с полицией Шарфуда у него проблем не будет. В итоге доктор мне еще какую-то таблетку дал, снимающую усталость. Теперь чувствую себя как огурчик. 6. Тренер силы. За 1600 могу силу повышать копом. 7. Преступники раз за разом побеждают ваших копов в рукопашную. Забойщик тяжелый атлет любого хлюпика превратит в могучего хряка. Главное следовать его авторской методике. Говорят, там придется тягать свинные туши. 8. У меня денег нету и так. 9. Девочка лет десяти привязана к монументу лесного духа Бова с рядом с этой бабушкой и бьет девочку шокером в горло Крисе. Потерпи немножко, чтобы дух плодородия вошел в тебя. Ему нужно освободить путь. Сейчас у тебя должно перехватить дыхание. Подкрасться, рвануть. Так. Подкрасться. Ну-ка. Скрытность есть? Вот два скрытности. Так. Круп сумел подкрасться к преступнице и арестовать ее девочке. Сильно досталось от шокера, но жить будет. Отлично. А, вот и вечер, кстати. Что-то. Штурм. Разведка. Средь бела дня, это еще день. 19 часов 45, окей. Пьяный священник пытается распилить фугасный снаряд, который раскопали на территории кладбища. Че, мне кто-то лучшего своего копа послать пройдется. Деревообрабатывающий завод. У меня дело несложное, но сами справиться с ним, увы, не могу. Силы уже не те. В моем подвале состоялись бочки. Их нужно вынести оттуда и заменить новыми. Что в бочках? Нет, не вино. Там кое-что поинтереснее, а вы все равно не угадаете. В общем, если поручить это дело двум своим сильным ребятам, то я смогу помочь вам на другом фронте. Уверен, что некоторые ваши сотрудники страдают от проблемы с алкоголем. Я все понимаю, работа такая стрессовая. Так вот, я могу исцелить любого копа, да я не шучу, любого, по собственной проверенной методике. После процедуры он даже смотреть на бутылку не станет, поверьте. Так, нужно отправить ведь копов с одной-двумя силой. Надеюсь, у меня она есть. Вот один. И вот мы пока жали их туда отправлять. Может я успею? Видимо нет, не успею. Кто-то вскрытника я бы на другой отправил. Тогда вот этих в двух отправлю. Штурм давайте с прослушкой. Не стоит средь бела дня разведку. Я не понимаю, что за хрень. Скоро средь бела дня. 9 часов вечера. 11 часов вечера, но прослушку туда и отправить. Не стоит отправлять средь бела дня. Не стоит отправлять копов на разведку средь бела дня. Шпионить ночью куда эффективнее. Загадка взвизгнувших шин. А, все, я расследовал, то есть. Ну-ка. Синий фургон подъезжает, она моет машину. Водитель. А, вот здесь со стыковочкой все равно одного кадра не хватает. Плата ночных. Нифига себе, у него три интеллекта и он только два кадра смог найти. 5.70 в прогрессе. Городское кладбище возле разрытой могилы лежит подозрительный мешок большого размера. Очевидец считает, что это может быть боевая ракета. Так, в прохождении говорится, что это ложный вызов, поэтому не буду на него тратиться. Ну, чё там по прослушке-то, господи. Ну, чё, шпионить куда эффективнее. Ну, может в конце дня мне дадут туда кого-то отправить. 5.47 в прогрессе. Очевидец сообщил, что мужчина в перчатках респиратора оглушает бомжей шокером и заставляет затаскивать их свой фургон. Стрельба скорость. Ну, скрытника мне лучше оставить. Вот этого еще возьму. Переговорщика. Ну, и этих пусть качаются. Наверное, вызовов-то больше уже не будет. Можно еще и снайпера туда отправить. Да ты охренел. Каких баб-то? Каких баб? Мне этих баб с головой хватает. Не могу еще работать с ними. А где тут бабы-то? Я не понял. Кто баба-то? Челмики, что ли, или кто? Джейкоб? Мистер Неш, мы поняли старые бочки из подвала этого мужика и новые вниз спустили без особых проблем. Разве что уксусом там воняло пиздец как. Четыреста баксов, да, может от алкоголя. Ваш лучший коп ушел в запой, не спешите сбрасывать его со счетов. Такому бедолаге может помочь особый метод реабилитации. Его посадят в бочку, наполненную винным уксусом, плотно накроют крышкой и оставят мариноваться в темном подвале. Когда придет время выйти на белый свет, этому копу так опротивеет запах алкоголя, что он больше никогда не взглянет на бутылку. Пьяный мужчина в рясе усердно пилит фугасный снаряд и выступающий из земли. Рядом стоит девочка с фонариком и подсвечивает ему. Подкрасться к священнику, скрытность. Коп удалось подкрасться к пьяному священнику и арестовать его. Оказалось, он слышал, что внутри фугасов с заброшенной войной базы есть кусочки драгоценных металлов. Всегда мечтал быть золотоискателем, а не священником. Приговаривал мужчина по дороге участок, а его дочери позаботиться в приюте. Так, переговоры, сила, переговоры. Подозрительный предмет. В мешке возле могилы не оказалась боевой ракеты. Там лежал труп пожилого мужчины, у которого не было денег на пристойные похороны. Так, собственно, час ночи, у меня еще какой-то вызов. А, ну да, едут на последний вызов. Надеюсь, сейчас на просушку можно будет отправить эту скрытность. Нельзя же, я его приберег. Мужчина в респираторе тащит огромную бомжиху за волосы по направлению к фургону. Залезть в фургон, освободить бомжей, встать у мужчины на пути. Мужик, ты что творишь, она же тебе всю машину звонит. Залезть в фургон, встать у мужчины на пути. Вот этот. Мужчина в респираторе отпускает огромную бомжиху и выхватывает револьвер. Выстрелить в мужчину, спрятаться за патрульной машиной, скорость, скрытность. Что тут нужна, скорость? Мужчина в респираторе прострелит колесо патрульной машины и бежит к фургону. Выстрелить мужчину в спину, бежать следом, прострелить колесо фургона, бежать следом. Скорость. Куп догнал мужчину, толкнул его прямо в капот фургона. Преступник ударялся головой и потерял сознание, бомжи спасены. Все, всех спас, никто не помер. Видеомагнитофон нашел, телевизор маленький, электрический генератор. Сила. Скорость. Сила. Интересно, а с часу ночи до 7 до 8 утра или до 6 утра тут не происходит преступление? Ну тут это видимо подразумевается, что там другая смена или что-то такое в фоновом режиме. 3000 баксов. Придется походу продавать какие-то вещдоки. Завершить день. А, вот сейчас то я могу отправить. На, вот со скрытностью 3. Мы отправили копос с прослушкой, отлично. Все, у меня один день остался, то есть на следующий день обязательно по-любому нужно штурмовать. О, достаточно много мне ништяков дали. Мурадяна, интересно. Мурадяна это не вернет, конечно. Картер 2 лычки, а я 45. Нэш выигрывает, Картер проигрывает. Ход Нэша. Светошумовая дубинка, не буду естественно. Дубинки можно за бабло купить. Так, кого мы можем нанять? Либо ее, либо его. Она типа алкоголик, у нее значок такой. А он, у него скорость, сила, стрельба нормальная. И он не алкоголик. Зато у нее другие навыки вкачаны, круто. Давайте я ее найму и буду исцелять ее от алкоголизма. Ну, потому что навыки очень крутые. Далее, ход Картера. Один из семи, 45-2. Так. Завтрашняя смена. Ой. Раз, два. Так, этот уже работал, стокман. Ладно, пусть он отдохнет, а то он лукаш еще. Еще раз шибется нафиг. Хотя, возможно, мне нужно штурм будет делать, то есть. Поэтому. Нужно сейчас посмотреть, чтобы у меня интеллектуалы были, скрытники. Так. Там требовался интеллектуал, скрытник, еще кто-то. Вообще, у меня сегодня штурм по-любому. То есть, может быть, мне все-таки. Хотя, с другой стороны, у меня и так тут есть, кого можно вроде бы назначить. 17 копов все-таки. Идей должно хватить, не знаю. Но еще на расследование придется сейчас кого-то назначить. Так что может и не хватить. Так что может все-таки назначить вот этих вот топчиков тоже. пусть проработают. Сверхурочные. Да. . Блин. , Не хотел бы я их, конечно, не мать, сверхурочные, но что делать-то? Тех, кто почти свеженький, я нанял двух, надеюсь хватит. Возможно, придется переигрывать этот день из-за того, что по-тупому сделано, что смену выбираешь в предыдущий день и сохранение происходит после этого, но как я уже говорил, сохранения в игре не хватает жестко. Все, всем спасибо за внимание.